Здравствуйте, дорогие друзья! Приближается осень, и мы предлагаем мальчишкам и девчонкам скоротать дождливые вечера за прослушивание интересных детских историй. Например, сказки про пахтошку, которого придумала замечательная детская писательница Ирина Бурина. Так, история. Первое. Далёкое путешествие. Жил-был в лесу ёжик-пахтошка, маленький, смешной и колючий. Однажды пахтошка решил отправиться в путешествие. Дома скучно, надо мир посмотреть, сказал ёжик сам себе и потопал по тропинке. Ишь ты, скучно ему, выркнула сорока, чистившая перышки на ветке старого дуба. Но-но. Ёжик топал-топал и устал. Сел в травку на краю большой поляны, Огляделся и восхищенно произнёс. Как тут красиво! Не то, что у нас в лесу. И трава зеленьеет, и небо синее, и даже букашки цветнее. А сорока перелетела с одного края поляны на другой. И говорит. Эх, глупый ёжик, ты всё ещё дома. Пахтошка чуть не упала от удивления. Это у нас в лесу так красиво. Тогда я, пожалуй, потом мир посмотрю. Мне и дома хорошо. И потопал обратно к маме чай с пирогами пить. История вторая. Опасное знакомство. Одним чудесным летним днём Ёжик Пахтошка отправился закрепая в дальнюю болоту. Ходили слухи, Что сыроежек там росло, видимо-невидимо. Мама, конечно, не разрешала ходить так далеко. Пугала каким-то волком. Но Пахтошка был уверен, Что это сказка. Нет в лесу никакого волка, Смело сказал он сам себе. И отправился на эту охоту. Долго шёл ёжик через лес. Уже и чаще стало мрачнее, И деревья темнее, А в болото всё не появлялось. И вдруг из кустов выскочило что-то огромное, серое. Оно клацнуло острыми зубами И потянуло к ёжику когтистые лапы. Наверное, это и был волк. Ой! Пискнул ёжик и свернулся к лукочкам. Ай! Вздрогнуло чудище, Уколовжись от Пахтошкиной иголки. Надо от него укатиться, Подумал ёжик и покатился Не в ту сторону, Прямо на волка. Караул! В ужасе просипел волк, Увидев, что колючий шар, Утыканный иголками, Приближается. И чем быстрее волк отступал, Тем быстрее катился шар. Помогите! Взвыл волк и бросился на утёк. Пахтошка остановился, Полежал ещё немного, А потом высунул нос наружу. Ничего себе! Здорово-то волк напугал, Уважительно протянул, Выглянувший из-за куста мышона. Да, вот такой я опасный зверь, Удивлённо кивнул ёжик. Меня даже волки боятся, Так что я могу ходить И в самую тёмную часть, И к дальнему болоту. Никто мне не страшен. Он храбро выпятил грудь И отправился домой. Потому что волки, Может быть, его и боялись, Ну и сам Пахтошка, Ого-го, как испугался! А грибок и летом с домом Можно набрать. Следующая история называется Как-то раз решил ёжик Пахтошка, Что нельзя быть обычным ежом. Нужно стать непременно особенным. Хочу, чтоб про меня все знали, Объявил Пахтошка маме. Вот соловья все знают, Он знаменитый певец. Заяца знаю, Он выше всех прыгает И на лесных соревнованиях победил. А я кто? Просто ёж. А к тебе тоже пришел, Все знают, Удивилась мама. Ай! Растерянно махнул лапой Пахтошка. Они знают, что я Пахтошка. А что я такого сделал, Чтобы прославиться? Все, пойду, Совершу подвиг. Не надо подвиг, Заволновалась мама. Какой еще подвиг? Найду Бабу Ягу И победю. Побеждю. В общем, прославлюсь, Как победитель Бабы Яги. Нет у нас Бабы Яги в лесу, Улыбнулась мама. Тогда все пропало. Пахтошка расстроенно Плёхнулся в траву И сморщил нос, Собираясь заплакать. Это ты здорово придумал, Расстрекатала сорока. Можно прославиться, Как плачущий ёжик. Представляешь, Идешь ты по лесу, А все хором кричат. Глядите, Это тот самый Пахтошка, Который платит громче всем. Не буду я плакать, Осупился ёжик. Просто обидно, Что про меня никто не знает. Как это никто? Спаснула крыльница Рома. Да про тебя даже В энциклопедии написано, Ёж обыкновенный. При знамене, Про тебя дети читают, Про тебя мультики есть и сказки. Правда? Повеселил Пахтошка. Ой, какой ты смешной. Конечно, правда, Кивнула сорока. Пойдем в библиотеку, Я тебе энциклопедию покажу, И там твой портрет. Ура! Отпрыгнул Пахтошка. Я знаменитый, Я известный, Я тот самый обычный ёж, Которого все знают. С тех пор Пахтошка Больше не переживал, Ведь все знали, Что где-то далеко-далеко В лесу живет всем Известный обыкновенный ёж. Приглашаем мальчишек и девчонок В каковинку За интересными книжками Про лесных животных.